Виолетта Модестовна Не будем же терять ни минуты и приступим к ответам на наши вопросы Первое письмо, которое я хочу зачитать, пришло из города Магнитогорска Пишет мне Лилия Пенегина, ей 10 лет Здравствуйте, Виолетта Модестовна Я часто смотрю вашу передачу Вы как-то рассказывали про скрипку, альт и контрабас На них играют с мучком А как он устроен? Лиля, с удовольствием расскажу Ведь, как ты заметила, смычок – это неотъемлемая часть струнных смычковых инструментов Они ведь так и называются – струнные смычковые Итак, что же такое смычок? Смычок – деревянная трость с натянутым пучком волос Служит для извлечения звука на струнных смычковых музыкальных инструментах Как же он устроен? Вот смотрите Это деревянная трость Которая переходит в так называемую головку с одной стороны А с другой прикрепляется колодка Для изготовления трости используется дерево со сложным названием фернамбук Или проще – бразильское дерево Колодка делается из черного дерева со вставками из перламутра А вот здесь у основания трости вставлен восьмигранный винт с длинной резьбой С помощью которого можно регулировать натяжение волоса Вот смотрите, я ослабила волос Вот так А вот так натянула его Отлично Кстати, а вы знаете, чьи это волосы? Обычно это самый первый вопрос, который задают мне ребята на моих концертах Многие из вас, конечно же, знают, что это волос из конского хвоста Но в детских музыкальных школах ребята иногда учатся играть смычками с искусственным волосом Могу сказать, что конский волос, конечно же, лучше Так как он толще, имеет большие чешуйки, между которыми находится канифоль Канифоль от названия Калофон – город в Малой Азии Твердая смола, получаемая при перегонке смолы хвойных деревьев Используется в резиновом, лаковом, бумажном и некоторых других производствах А также для натирания волос в смычках струнных инструментов Вы спросите меня, а для чего же смычок натирают канифолью? И я вам отвечу Для того, чтобы повысить силу его сцепления со струной Это благоприятно сказывается на звуке Он становится ярче, я бы сказала, мясистей Вот послушайте сами Советую вам, тем, кто занимается на струнных смычковых инструментах Канифолить смычок перед каждой игрой Хочу обратить ваше внимание еще на один очень важный момент Смычки бывают скрипичными Альтовыми Виолончельными И контрабасовыми Невозможно, например, сыграть Альтовым смычком на контрабасе А виолончельным на скрипке То есть для каждого струнно-смычкового инструмента Предусмотрен свой тип смычка Также смычки отличаются по размерам Например, смычок для скрипки три четверти Конечно же, меньше, чем для целой скрипки Вот смотрите Очень важными параметрами смычка И являются его масса, длина и положение центра тяжести От этого зависит скорость поворота смычка При переходе с одной струны на другую И возможность играть динамические оттенки Вот послушайте Так что выбор смычка для музыкантов Это очень серьезный шаг От которого зависит техника правой руки И, соответственно, качество исполнения Как же мы держим смычок? Современный способ наложения пальцев на трость Сверху, вот так А наиболее старый способ Это положение кисти правой руки сбоку Или снизу колодки Такая форма держания смычка Используется до сих пор у народных музыкантов А также при игре на контрабасе Контрабасисты называют такое держание немецким Потому что именно оно используется В немецкой школе игры на контрабасе И по сей день Ой, ребята, я чуть не забыла У меня есть еще одно письмо про смычок От Кати Хоркиной из города Брянска Здравствуйте, Виолетта Модестовна Скажите, пожалуйста, почему у моей подружки Люды Смычок с черным волосом? Я раньше думала, что в смычках всегда белый волос Ну что, Катя, я тебе отвечу Традиционно в смычок вставляют конский волос белого цвета Но иногда можно встретить и смычки с черным волосом Вот смотри Он более грубый по структуре Поэтому звук у такого смычка менее ровный и гладкий Черный волос используется для обучения игры на струнных смычковых инструментах Музыкальных школах Потому что черный волос более доступный и недорогой А вот еще один интересный вопрос От Юли Крючковой из города Коломны Здравствуйте, Виолетта Модестовна Я учусь играть на виолончели После занятий часто болят пальцы Почему? Мой учитель говорит, что они скоро привыкнут и перестанут болеть А еще расскажите, пожалуйста, какими раньше были струны Юля Крючкова, 11 лет, город Коломна Да, Юля, твой учитель абсолютно прав Чем больше ты будешь заниматься на инструменте Тем меньше у тебя будут болеть руки и пальцы Но смотри, только не переиграй их А все потому, что на них будут образовываться мозоли Или уплотнения на подушечках пальцев Вот как раз эти мозоли не дадут тебе чувствовать боль Например, мне очень комфортно заниматься на моем мальте Так как пальцы давно привыкли к игре И боли от прикосновения к струнам я не испытываю А все из-за мозолей Ну а теперь поговорим о струнах Струна От старославянского струна, жил Часть струнных музыкальных инструментов Длинный отрезок гибкого материала, находящийся в натянутом состоянии Это первоисточник звуковых колебаний И, соответственно, самого звука Современная струна смычкового инструмента Это сложная, высокоточная, многослойная конструкция Но так было не всегда Как известно, смычковые инструменты Скрипка, альт, виолончель и контрабас Появились на свет в Европе в 16 веке Они унаследовали от своих предшественников Так называемые жильные струны Которые в те далекие времена Использовались практически во всех музыкальных инструментах Изготавливались такие струны из кишок животных Рассказ о средневековых струнах будет неполным Если мы не отметим, что помимо жильных В ходу тогда были еще и шелковые струны Они пришли в Европу из Китая Эти струны были менее популярны, поскольку хуже держали строй Но их применяли в жарких местностях С высокой влажностью Потому что жильные струны в таких условиях быстро разрушались Спустя столетия самым существенным изменением В процессе изготовления струн Стало появление обмотки Вероятнее всего в этом качестве Впервые была использована проволока Из меди или серебра Жаль, что мы не знаем точно Никогда это произошло Ни имени автора изобретения Зато известно, кто первым из музыкантов Стал использовать витые струны Это был гениальный музыкант Скрипач Никола Паганини Вы спросите, что же было такого особенного В струнах с обмоткой? Отвечаю Во-первых, основа стала более тонкой А значит, более гибкой и эластичной Это облегчило технику исполнения Меньше стала утомляться левая рука исполнителя Также струна из-за своей большей гибкости Получила возможность делиться На большее количество вибрирующих отрезков И звук инструмента стал ярче и насыщеннее Могу сказать, что вплоть до 20 века Струны не видоизменялись И только благодаря открытиям новых материалов Появились струны на стальной основе А уже в 70-х годах были разработаны струны Основой которых послужило нейлоновое синтетическое волокно При этом для обмотки струн в 20 веке Стали применять алюминий и нержавеющую сталь Никель, вольфрам, золото и серебро С появлением новых разновидностей струн У музыкантов стало больше выбора Ну и заканчивая экскурс в историю струн И смычковых инструментов Отмечу, что прогресс в струнной индустрии Идет в ногу со временем На протяжении всей человеческой истории И я уверена, он будет идти и дальше Помогая следующим поколениям музыкантов Открывать новые выразительные возможности Струнных инструментов На этой струне, то есть ноте Я и заканчиваю нашу сегодняшнюю передачу С нетерпением жду ваших новых вопросов Присылайте их по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» Электронные письма оставляйте на сайте радостьмоя.ру Я прощаюсь с вами до следующей передачи Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения Ваша Виолетта Модестовна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова